Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Давненько у меня не было видео о покупках подарков косметики, новиночках всяких разных, так что давайте сегодня это дело исправим. Сейчас я вам покажу тогда, что новенького появилось у меня в косметичке, что мне понравилось, что я еще не успела толком понять, насколько мне нравится. В общем, поехали! На всякий случай напоминаю, что если вы еще не подписаны на мой канал, то кнопка, как всегда, внизу красненькая такая, и обязательно подписывайтесь, не пропускайте новые ролики. Если вы хотите, чтобы вам приходило уведомление о новом видео, тогда там колокольчик есть такой, в общем, нажимайте на него, и, в общем, дальше все будет понятно. И не забывайте ставить пальцы вверх, если вам это видео понравится. Все, теперь точно поехали! Давайте я начну с ухода за волосами. Я сейчас пробую вот такую вот новую для меня линейку от L'Oreal Professionnel, называется она Mythic Oil. В принципе, это, насколько мне известно, не самая какая-то новая линейка, но, как я поняла, вот эти вот именно сами средства, они новинками являются. Это шампунь, это бальзам, который можно использовать как бальзам, как маску, как средство, которое вы наносите после мытья волос небольшое количество для того, чтобы подготовить волосы к укладке. Я попробовала его таким образом, знаете, это интересно, это вариант. Скажем так, если шампунь не произвел на меня какого-то особенного впечатления, то есть это просто нормальный шампунь, который приятно пахнет, красиво выглядит бутылочка в ванной, в общем, он просто выполняет свои функции, то есть ничего такого специфического, то вот это уже что-то такое интересное. То есть мне понравился именно тот сам концепт, что вы можете использовать его до мытья головы, именно вот как масочку такую питательную, можете использовать его как бальзам в душе, и если вы хотите использовать его как вот это средство для укладки, тогда небольшое количество просто берете на ладони и распределяете по всем волосам, ну то есть между ладонями потом по всем волосам и вытягиваете волосы. Поскольку я как раз вытягиваю волосы на брашинге, это для меня прекрасный вариант. Мне кажется, это для поездок вообще отличная вещь. То есть вы взяли одно средство, а оно выполняет сразу несколько функций. Волосы не остались после этого склеенными какими-то, жирными сосульками не висели, то есть он реально работает. И это было для меня удивительно, я никогда не думала, что вот такие две функции могли бы быть совмещены в одном продукте. Так что вот это вот интересно, если вы не любите много банок в ванной, и вы хотите что-то одно, которое работало бы и как то, и как это, и там пятое-десятое, тогда почему бы и нет? В общем, я буду продолжать пользоваться, пока полет нормальный, мне нравится. Появилось у меня два новых аромата, но я хочу особенно остановиться на вот этом, потому что он для меня уникальный, и он безумно уютный. В общем, это аромат от Jo Malone. Вы видите, что если флакончик черный, значит, это линейка Intense, то есть он более насыщенный. Давайте смотреть правде в глаза. Парфюмы Jo Malone прекрасные, но те, которые прозрачные флакончики, обыкновенные, они не сильно стойкие. То есть если вы хотите стойкости, тогда нужно смотреть именно вот эту вот линейку в черных флаконах. Этот называется Мир и тонко. И он, во-первых, кстати, он, по-моему, весенняя новинка, но я бы его совсем весенним не назвала. Он вообще, по-моему, не весенний. Я бы его вообще не рассматривала в рамках каких-то сезонов. Это настолько удивительный аромат. Он настолько теплый, уютный. Например, с Лерой Жествел, когда говорили, она сказала, что она слышит сладость в нем. Я в нем сладости не слышу. Отдаленные только, может быть, какие-то ванильные нотки. Для меня этот аромат, во-первых, он абсолютно унисекс и может пользоваться и мужчина, и женщина. Абсолютно одинаково это не будет звучать так, как будто мужчина надушился каким-то женственным ароматом, а женщина взяла какой-то сильно такой маскулинный. Но этот парфюм для меня пахнет так, как пахнет любимый мужчина или как парфюм любимого мужчины, когда я им надушилась, и он идеально мне подходит. Он настолько комфортный, уютный. В него хочется укутаться, с ним хочется обниматься. И он какой-то такой с деревяшечками. Не то чтобы восточный, но какой-то вот, знаете, как будто в комнате полумрак. И вот я просто ощущаю запах кожи. Но не кожи, вы знаете, когда нота кожи есть в парфюмах, а кожи вот тела, и это безумно приятный. Он такой согревающий, мягкий и близкий к телу, что мне безумно в нем комфортно. И таких ароматов у меня не было. Это, знаете, как когда вот ты переходишь на какие-то более сложные, более тяжелые ароматы, но если, например, сразу прыгнуть на Тома Форда, то он может убивать, удушать, болеть башка от него будет. То вот это, вот то, что мне хотелось, но чтобы не душило, чтобы не было слишком кричащим, безумно приятно. И, в общем, если вы хотите что-то такое более сложное, интересное, чуть-чуть такое вот с маскулинными нотками, но при этом, чтобы вам было комфортно, вы оставались с собой, то, мне кажется, вот этот парфюм обязательно стоит попробовать. Я удивлена, что он мне так понравился. У меня даже муж, когда я его открыл в флакон, такой, о, вообще крутой. Так что, если честно, я думаю, что мы даже вместе будем им пользоваться, потому что он идеально подойдет, мне кажется, и мужчине, и женщине. Вот, это то, что меня прям сильно впечатлило. То, что мне тоже очень понравилось, и это мой новый аромат, тоже от Jomelon, называется Garden Lilies. И это уже, видите, их такая прозрачная линейка. У меня есть, на самом деле, брошюрка. У них вышла или выходит вот-вот новая линейка. В общем, здесь раз, два, три, четыре, пять ароматов, и мне выбрали вот этот. И мне кажется, идеально просто попали, потому что несколько человек действительно выбирало, и все сошлись на том, что для Лизы аромат вот этот должен быть. И что здесь написано про Garden Lilies? Что это атмосфера рассветного утра над прудом, когда в воздухе витает мягкий аромат кувшинок, покрытый росой зелени, и пышного иланг-иланга. Становится еще пленительнее благодаря белому мускусу и ваниле. Мне кажется, это идеальное описание этого парфюма. Это действительно кувшинки, это действительно вот какой-то рассвет над прудом, такая вот свежесть с примесью зелени, цветов, но при этом... То есть она свежесть, не вот эта вот свежательная такая вот, ну, пошлая. Это что-то удивительное. Вот это весна, вот это абсолютная весна. Я хочу теперь попробовать остальные ароматы, которые есть в этой линейке, потому что мне его подарили, и, в общем, я безумно рада. Мне так приятно, когда люди, мои окружающие, они знают, что мне понравится, и что вот прям точно мне подойдет. Давайте по декоративной косметике. Здесь у меня два тональных крема новых. Быстренько расскажу про кушен от L'Oreal. Он называется Nude Magic Cushion. Это именно ваша российская версия, потому что... Российская, европейская, насколько мне известно. Потому что некоторое время назад, около полугода или более того, я купила нашу американскую версию вот этого кушена, и мне она не понравилась. Я не знаю, чем отличается формула европейского-российского кушена от нашего американского, но факт в том, что на лице, на моем, они смотрятся по-разному. Я от того американского избавилась, потому что он смотрелся маской, он подчеркивал текстуру кожи. У меня вообще проблем с порами нет. Но даже он визуально создал такой эффект. Вот этот этого не сделал. Очень красиво лежит, очень похож на то, как смотрится ланкомовский кушен на лице, только чуть-чуть поплотнее покрытия. Поэтому, если вы хотите купить себе кушен, и вы хотите кушен себе из масс-маркета, то мне кажется, это отличный вариант. Единственное, у него недостаток — не меняются вот эти вот рефилы. И вторая тональная основа, которой я в последнее время пользовалась, и которая является моей новинкой, — это By Terry. Называется она Sheer Expert. И у меня некоторое время занялось с ней как бы познакомиться и нормально начать ее использовать, потому что я пробовала бьюти-блендером наносить. Пальцами — это вообще не вариант. И я нашла идеальную кисточку, которая прекрасно наносит. Вот такая новенькая от Заива. Это номер 113. Также прекрасно наносит эту тональную основу плоская кабуки. То есть вот когда я начала пробовать плоскую кабуки и вот эту, я поняла, что вот оно, и это идеальный просто комплект, и тональный крем прекрасен. На самом деле он мне по текстуре напоминает Chanel Vita Lumiere Aqua, только более кремовый. То есть если Vita Lumiere Aqua более такой жиденький, то этот погуще немножко. У него покрытие от легкого к среднему. Но в целом по тому, как ощущается на коже, как наносится и как выглядит, очень похоже. Потому что есть такое ощущение, что вот как будто он на водной немножко основе. И когда вы его распределяете, то остается такой легкий пудровый эффект. Просто легкий слой, как будто бы вот минеральной основой, которая не сушит кожу. Выглядит очень красиво, знаете, как здоровая моя кожа. То есть нет ощущения какой-то маски, нет ощущения и вида тонального крема на лице. Очень здорово смотрится. У меня оттенок Neutral Beige, и он немножечко сероватый. То есть он не желтый, не розовый, он реально нейтральный. Мне кажется, мне этот цвет прекрасно подходит, и буду с удовольствием пользоваться. Я думаю, что... Вайт или Миракл у меня скоро закончится. Я думаю, что я не буду, наверное, снова Шанель покупать. Я продолжу пользоваться вот этим, потому что он прекрасно мне тот тон заменил. Кстати, если мы уже говорим о кисточках Заива, давайте тогда дорасскажу. Мне несколько новых от Заива пришло. Я не все успела еще попробовать. Хочу рассказать о трех, которыми я пользовалась. Вы, наверное, увидите у многих блогеров. Сейчас многим рассылали. В общем, вот эта 113-я. Она прекрасна для тонального крема. Мне очень нравится, что у нее есть небольшое углубление. То есть если вы любите наливать тональный крем на кисточку, то это как бы вариант для вас. Но она как-то так классно ложится. Она на все изгибы лица очень удобно как-то так... Не знаю. В общем, она классно полирует кожу, наносит тональный крем очень ровно. И при этом вот идеально везде залезает. То есть вокруг носа, вот здесь вот на скулах. То есть вот не остается никаких нигде полосок, и она идеально подстраивается под скульптуру лица. В общем, мне очень понравилось. Маленькая кисточка фен... Фен... Господи, феер 137 номер мне не понравилась. Потому что я не совсем поняла, куда ее юзать. Она носит вот слишком мелко. У меня лицо чуть-чуть побольше все-таки. Поэтому классическая кисточка веер намного лучше это делает. Я еще, конечно, покопаюсь, посмотрю, что с ней можно делать. Но пока вот выглядело это странно. И кисть номер 135 Petite Face Definer. Я ее использую для контуринга, когда я использую кремовые продукты. Ну и не только кремовые, если честно. Поскольку она синтетическая, она, в общем-то, предназначена для кремовых продуктов. И это очень здорово. Она по форме прекрасна для того, чтобы делать контуринг, для того, чтобы наносить хайлайт точечно, потому что у нее заостренный кончик. В общем, вы можете ей наносить и консилер под глаза. И, в общем, она прекрасна. И вот, если честно, мне она одинаково хорошо подходит и для кремовых, и для пудровых продуктов. Так что она, в моем случае, универсальна. Я не знаю, может быть, кому-то будет нравиться только для кремовых. Но мне хорошо работает для обоих вариантов. Про другие кисти, как я уже сказала, я расскажу позже, если будет что интересного рассказать. Дальше погнали по продуктам для лица. Здесь у меня много всего. Что-то понравилось, что-то не очень. Давайте я начну с румян от Lancome. Это маленький кушен, то есть такая лимитированная упаковочка, которую Lancome делали с Соней и Рикель. Я надеюсь, я правильно произношу имя. Оттенок у меня 0,32. Внутри все классический, как и обычный. Спонжик такой малипусичный для того, чтобы румяна наносить. И вот такой вот яркий розовый, с немножечко коралловым оттенком, цвет румян. И что я вам могу сказать? Мне понравилось. Я вообще не огромный фанат румян, если так по-честному сказать. Я румянами пользуюсь очень-очень дозированно, потому что я сама краснею и румянесть очень легко. И за что мне понравились именно румяна кушеные, и почему я захотела начать пробовать подобные продукты в дальнейшем? Потому что они наносятся полупрозрачной за счет своей текстуры и за счет способа нанесения вот этим вот спонжиком. Они сливаются с кожи, и не остается вот этой вот морфушеньки-душеньки, когда у вас осталось такое прям пятно на лице. Вот она и нарумянилась, так нарумянилась. И очень классно можно легко растушевать этим спонжиком. И, в общем, я очень люблю кушеные, вы знаете это. И я поэтому часто использую сначала тирумяна, если чуть-чуть многовато сверху другим кушеным, ну, который тонально снова прибило это все, добавило, если надо. В общем, оно как-то так классно впитывается в кожу, все сливается. Идеально очень-очень натурально смотрится. В общем, поэтому мне эти румяна понравились. И я теперь хочу еще всяких разных попробовать. Если вы тоже из тех, кто не любит прямо делать такую матрешечку, тогда, я думаю, что, может быть, румяна кушен – это ваш вариант. В общем, да, пока мне это все дело нравится. Если говорить о новинках румян еще, Диор из Живанши выпустили. В принципе, я бы сказала, довольно похожие. У меня волосы магнитятся, так я извиняюсь, что их постоянно трогаю. Но у меня такое ощущение, что у меня они вот просто здесь поднимаются и дыбом встают. Надо было пройтись с расческой моей сооризации. В общем, румяна от Живанши, они, насколько мне известно, выйдут именно в таком формате весной только. У меня появилась возможность их попробовать пораньше. Они называются Prism Blush. Это немножко измененные старые румяна-призмы. У меня оттенок 03 Spice. И выглядит все это дело изнутри вот так. То есть здесь вот такое большое зеркало и двойной оттенок румяна и маленькая кисточка. И получается, что один оттенок более светлый, другой более насыщенный. Вы можете использовать их по отдельности. Вы можете использовать их вместе, просто смешав два оттенка. Вы можете использовать их вот таким образом, чтобы на одном кончике был темный оттенок, на другом светлый. И наносить так, чтобы, соответственно, темный был ниже светлого. То есть, как вам нравится. Вы можете комбинировать, но в чем прелесть вот этих румян. Давайте я вам сейчас расскажу про Dior, тоже объясню, в чем прелесть. И вы будете выбирать, что вам больше понравится. Хочу добавить, что они так приятно пахнут. Это просто что-то невероятное. У Dior у меня оттенок 02 Coral Twist. И они выглядят, ну, так классически, как у них обычно. Тоже кисточка здесь. И тоже два оттенка. Наверху коралловый, внизу розовый. И эти румяна шиммерные. Здесь розовый был шиммерный. Но они не шиммерные, они такие слегка-слегка сатиновые. Вот эти вот более сияющие по сравнению с вот этими. И они, оба этих вариантов румян, наносятся достаточно легко. То есть, опять же, не делая морфушеньку-душеньку. Но в чем именно прелесть? Вы знаете, многие визажисты говорят, что очень здорово в макияже сочетать два разных оттенка румян. То есть, не просто нанесли вы розовый, а нанесите и розовый, и коралловый. Тогда при разном свете, за счет смешения этих пигментов, вы будете смотреться нормально. При дневном свете, но при разном освещении будет играть один или другой пигмент больше. И вы будете при любом освещении выглядеть красиво. И это будет натурально смотреться. Оно будет как-то гармонично за счет сочетания именно холодного и теплого оттенка. В общем, я не визажист, я не знаю все это дело в подробности, но об этом очень подробно рассказывает Бобби Браун на своих разных мастер-классах и в своей книге, если не ошибаюсь. Я ее читала уже сто лет назад, я не помню. Но, в общем, смысл в том, что я, если честно, не пробовала пока наносить оба оттенка на лицо. Я в основном пользуюсь вот этими розовыми. И они чудесно освежают. Сейчас зимние денечки, когда выходишь на улицу, выглядят сразу как будто ты уже хорошенечко погуляла и такая свежая, воздушная, и немножечко щечки порозовели. В общем, очень-очень красивые румяна. Если вам интересна вот эта тема про использование двух разных оттенков румяна в макияже, и вы хотели бы это попробовать, то мне кажется, это классный вариант. Но, опять же, это тоже классный вариант на случай, если вы хотите купить одни румяны и иметь два разных оттенка в одном комплекте, и, в общем, ну, таким образом как бы сэкономить получается. Так что, да, вот такие вот две штучки. Очень интересно ими в дальнейшем пользоваться. И если какой-то из них станет моим фаворитом, вы обязательно об этом узнаете. Так, следующие два продукта для лица, для макияжа лица у меня под вопросом пока, если честно. Это новая палетка от Clorans, которая называется Palette Contour Visage, то есть, ну, палетка, собственно, для контуринга. Она идет с маленькой такой скошенной кисточкой, если честно, забыла ее взять с собой сейчас, чтобы вам показать. Сама палетка выглядит очень красиво, классически, как обычно у Clorans. Вот так это все дело выглядит. Изнутри здесь большое зеркало, и вот такая вот палетка. Она очень приятно пахнет. Каждый раз, когда я ее открываю и пользуюсь, мне прям очень-очень приятно. Какой-то такой легкий цветочный аромат, который не слишком бьет в нос, но приятен, в общем. Чем мне эта палетка нравится? Тем, что цвета хорошо растушевываются, не наносятся на лицо пятнами. Вот эти румяна очень хорошо подходят, мне кажется, абсолютно любому типу внешности. Они будут гармонично смотреться и на холодных девушках, и на более таких с желтоватой кожей. Почти матовый. То есть он слегка содержит в себе такой сатиновый перелив, но он настолько незаметен. Я все-таки предпочитаю чуточку более яркие хайлайтеры. Поэтому этот хайлайтер я использую для закрепления консилера под глазами, как, в общем, легкую пудру. И он отлично выполняет эту функцию, действительно подсвечивает зону под глазами за счет цвета более светлого. И закрепляет консилер без каких-то там, знаете, эффектов перепудренности. Часто бывает, что пудры для лица, которые именно для цвета, они дают под глазами эффект какой-то перепудренности, потому что они не настолько мелкие, мелкодисперсные, как специальная для этого создана пудра. Но этот отлично работает. Претензия у меня к бронзеру, потому что это бронзер. А палетка называется контурирующая. И если у нас средство для контуринга, то я ожидаю увидеть нечто более холодное. Нечто именно как скульптор. А это вот конкретно, когда я нанесла, я увидела такие ржеватые щеки. Он именно цвет бронзера. То есть, как бы в целом он хороший продукт сам по себе, но цвет абсолютно не то, что я ожидала здесь увидеть. Поэтому если вы хотите получить контуринг, хайлайтер и румяна в одном, то это не тот вариант. Если вы хотите получить палетку, где у вас будет пудра для закрепления макияжа, где у вас будут румяна и бронзер, тогда это ваш вариант. В общем, немножечко из-за названия я смущена, потому что она не выполняет те функции, которые ты ожидаешь, увидев название. Но если вам нужен именно бронзер, румяна и вот какая-нибудь пудрочка, то why not? Ещё один продукт для лица, который для меня стал пока таким типа мэээ, потому что я его реально не поняла. Мне кажется, мне надо погуглить побольше. Я пыталась, я особо не нашла каких-то таких туториалов именно по тому, как правильно использовать этот продукт. Называется это он. Он Dior Skin Nude Air Color Gradation, то есть Perfecting Powder. Color Gradation — это у них новая весенняя линейка, выглядит упаковка классически. И изнутри это всё выглядит вот таким вот образом. То есть это такая белорозовая пудра, которую, как я изначально понимала, можно использовать как румяна и как пудру, и как хайлайтер, и как всё вместе. В общем, если вы хотите использовать этот розовый цвет как румяна, забудьте об этом, потому что вы его на лице не увидите. Если вы хотите использовать этот белый цвет как хайлайтер, тоже забудьте об этом, потому что, ну как бы он будет просто беловатый, но полупрозрачный. Если использовать как пудру, я не совсем поняла, в чём эффект, как бы я не заметила существенного подсвечивания. Может быть, это весенняя коллекция, надо дождаться весеннего солнышка. Может быть, ещё что-то, может мне поиграться надо ещё побольше с ней. Но пока вот честно не поняла, не знаю. Если вы уже пробовали, если вы где-то видели какие-нибудь видео по тому, как использовать этот продукт, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Но пока что-то вот мне очень нравится, как это выглядит. Я очень хочу с этим подружиться, тем более это Dior, и мне очень нравится упаковочка. Но вот как-то пока никак, если честно. Очень жаль. Оттенок у меня 001 Rising Pink. Ещё одна моя новинка — это вот такая вот палетка теней от Urban Decay. Называется она Moon Dust. Moon Dust — это супер. Ну, тут огромное зеркало и вот такие вот оттенки. Moon Dust — это очень-очень ярко-шиммерные, я бы даже сказала, глиттерные оттенки теней, которые уже давненько существуют в линейке Urban Decay. Давненько, я имею в виду, год-два точно. Год точно, ладно. И вот они создали такую палетку, где они собрали их все вместе. Понятное дело, что вот этот зелёный или вот этот синий вряд ли появятся в моём макияже, вы знаете меня. Но вот эти вот нейтральные, то есть розовый такой, знаете, вот этот очень классный дуахромный, потому что сейчас он вам видится как розово-такой красноватый. Посмотрите, сейчас он оранжевый становится. Вот этот розовый вы могли видеть на мне в видео о том, как привести себя в порядок после праздников. Очень, кстати, многие отмечали, что очень красивый был макияж глаз. И вот именно это сияние такое светлое создавал вот этот вот розовый глиттер. В общем, вот этот я просто обожаю. Он тоже очень интересно. Видите, переливается зеленовато вот такому коричневому. В общем, классная палетка. Это, конечно, не самостоятельная палетка. Вы не сможете сделать с ней полный макияж, потому что это просто чистейшие блёстки с разными цветами. Но это крутое дополнение, если вы хотите что-то такое более интересное, более сияющее себя на глазах. Я теперь хочу еще однушку мундастов. Я у Ани видела какие-то такие вот очень светлые, как оттенок шампанского. Это так круто в жизни смотрелось. Я видела на ней. И, в общем, теперь мне тоже обязательно надо, потому что я распробовала текстуру, и мне очень понравилось. Причем они не нуждаются в каком-то дополнительном клее или специальной базе для глиттеров. То есть они и так хорошо держатся. Единственное, что когда вы их наносите на глаза, лучше такими вбивающими движениями их наносить. И не наносить сначала консилер по глазам. То есть вы сделаете макияж глаз, подотрите все, что осыпалось во время нанесения, и потом нанесите консилер. В общем, если вы хотите побаловаться какими-то такими более яркими блестящими макияжами, тогда интересный вариант вот такая вот палетка. И новенькая моя тушь, которую я в последнее время с огромным удовольствием пользовалась. Она от Lancome. Называется она Hypnose Volume Porte. И, во-первых, упаковка очень красивая, но это не самое главное в туши. Вот такая вот у нее маленькая удобная щеточка силиконовая. Я люблю, ну или как она называется, да? Резиновые щеточки, в общем. Мне больше всего нравятся именно такие, потому что они круто расчесывают ресницы. И знаете, что мне в ней очень нравится? Что она наносит на ресницы сразу очень много продукта. Но за счет вот этой своей щеточки, как бы я не набухала туши на ресницы, я знаю, что я всегда расчешу. И они всегда у меня будут красиво расчесано и вот кукольно-веерно смотреться. За это обожаю эту тушь. И вот реально, вот при каком бы освещении они красились. Как бы я там не напортачила, я всегда знаю, что ресницы я этой щеточкой расчешу, и они у меня будут смотреться идеально. В общем, да, очень классная тушь. В последнее время прям пользуюсь ей с огромным удовольствием. И я думаю, что могу рекомендовать. И она такой классный вечерний вариант, потому что она делает именно яркие, такие густые, ну практически накладные ресницы. Вот, пожалуй, на сегодня это все. Я очень надеюсь, что вам интересно было посмотреть и послушать про мои новинки косметики, которые у меня появились. Что меня радовало, что не очень. В общем, если вы что-то пробовали из этого, обязательно тоже напишите в комментариях. И расскажите, что из новых весенних коллекций, что вы уже видели, вы хотели бы приобрести. Или вы хотели бы, чтобы я попробовала и рассказала вам, как мне это нравится. Так что буду очень ждать ваших комментариев. Не забывайте подписываться на мой канал. И встретимся в следующих видео. Пока-пока.